В нашей первой части мы рассказали о практике международного криминального судопроизводства на примере международных уголовных трибуналов по бывшей Югославии и по Руанде. Мы показали, что малая эффективность этих судов во многом была связана с длительностью судебных разбирательств, которые затягивались на десятилетия, в том числе в случаях совершенно очевидных преступлений, совершенных обвиняемыми. Но, конечно, большинство тех, кто предлагает сегодня создать такой же международный трибунал по расследованию преступлений Российской Федерации во время торжения в Украину, в первую очередь предполагает использование в качестве образца Нюрнбергского процесса, Нюрнбергского военного трибунала, видимо, полагая, что там весь процесс завершился довольно быстро. В начале рассказа о том, чем же был все-таки Нюрнберг, я должен заметить, что эффективность этого трибунала в сравнении с количеством предъявленных этим судом документальных доказательств по делам обвиняемых тоже не слишком высока, потому что к суду были привлечены всего лишь 22 человека. А по совокупности всех нюрнбергских процессов, а были еще, как известно, малые нюрнбергские процессы, было привлечено около 2500 обвиняемых, из которых осуждено было 177 человек. Из 177 подсудимых, 142 человека получили обвинительные приговоры, в том числе 25 смертных приговоров. Остальные же лица, отнесенные союзниками к военным преступникам, так и не прошли через судебную систему. Более того, к 1958 году все осужденные на малых нюрнбергских процессах были амнистированы, и те из них, кто остались живы к этому времени, вышли на свободу. А теперь к самому нюрнбергскому процессу. Этот суд не зря называют судом победителей, потому что, по моему мнению, это была самая большая профанация судебной системы вообще, международного права в частности, классической теории права, и, разумеется, соблюдение прав обвиняемых на защиту. То, что я сейчас говорю, это не есть оправдание или попытка оправдания тех преступных действий, которые совершили руководители нацистского государства и многие из обвиняемых. Нет, речь не об этом. Речь сейчас идет о том, можно ли в рамках классического уголовного права привлечь к ответственности за преступления, совершенные в период военных действий, в период агрессивных войн, за преступления против человечности, против мира. И если это возможно, то каким образом должно использоваться право, чтобы ни к самому судебному следствию, ни к вердикту не было никаких юридических претензий. А в этом контексте Нюрнбергский трибунал выглядит даже менее законным, чем пресловутые сталинские процессы 30-х годов. В сталинских процессах судьи и обвинители формально следовали существовавшим на тот момент советским законам. Просто из обвиняемых силой выбивались показания, им обещали какие-то гарантии, если они будут признавать свою вину. И поэтому те чудовищные фантастические обвинения, которые им предъявлялись, они принимали, они в них сознавались и, соответственно, по существовавшему тогда законодательству получали санкцию. Выглядело это странно, но с формальной точки зрения это было в рамках закона. Ну, решили люди признать, что они шпионы десяти держав. В Нюрнберге была совершенно другая история. Там как раз обвиняемые ни в чем не собирались признаваться, ну, кроме впоследствии доктора Шпеера. И старались защищаться как сами, так и с помощью своих адвокатов всеми возможными доступными способами. В Нюрнберге профанацией был сам закон, то есть придуманный устав этого трибунала. И дело не только в том, что был создан некий перечень преступных деяний, которые до того либо не существовали, либо очень невнятно определялись в международном праве, в частности преступления агрессии или преступления агрессивной войны. Кстати, саму теорию такого преступления разработал товарищ Трейнин, участвовавший в сталинских процессах наряду с советским членом международного суда Ионы Никитченко, который также был участником сталинских процессов. Более того, он был членом всех этих сталинских судов. Итак, эта концепция была разработана Мойшей Аронным Нахимовичем Трейниным, который в будущем стал членом-корреспондентом Академии наук СССР, был при Сталине вице-президентом так называемой Международной ассоциации юристов-демократов и написал основы советского уголовного права в 1945 году. Маленькая выдержка из этих основ. Советское право определяет преступление как деяние совершения или бездействия, опасное для общества, нарушающее основы советского строя или социалистического правопорядка и влекущее за собой наказание по закону. Вот этот чудесный человек и разработал концепцию преступления агрессии. Но, как я уже сказал, дело было даже не в том, что и разбирательство и вынесение приговора с точки зрения защиты являлось ex post facto, другими словами определенное задним числом. На это было дано объяснение, что эти преступления фактически считались преступным деянием и до войны. Гораздо более важна 21 статья устава, которая буквально гласит «Трибунал не будет требовать доказательств общеизвестных фактов и будет считать их доказанными. Трибунал также будет принимать без доказательств официальные правительственные документы и доклады Объединенных Наций, включая акты и документы комитетов, созданных в различных союзных странах для расследования военных преступлений, протоколы и приговоры военных или других трибуналов каждой из Объединенных Наций». Ну и как мы понимаем, именно на этом и строилось советские обвинения, советские фантазии, документы Государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, документы различных допросов, а также подготовленные свидетели. В конце 90-х, начале нулевых годов был опубликован целый сборник документов, в которых можно прочитать, как Меркулов, которому в том числе поручили собирать свидетели и доказательства для представлений в Нюрнберге, собирал этих и готовил этих так называемых свидетелей и эти так называемые документы. После того, как советская сторона стала предъявлять эти обвинения, сначала они принимались без каких-либо вопросов, но когда обнаглевшая советская прокуратура, возглавляемая тогда Руденко, который постоянно советовался с Вышинским, решила и кейс Катыни выдать за злодеяние немцев, но тут даже переполнилось терпение у союзников, так как хорошо было известно, кто это сделал. И дальнейшее развитие этой темы, впрочем, не отрицая публично советские обвинения, было спущено на тормоза и в дальнейшем, конечно же, не попало в приговор. Исключительно для того, чтобы остальные советские обвинения не были подвергнуты точно такой же экспертизе на их достоверность. А мы прекрасно понимаем, что если бы действительно было такое большое количество реальных документов, реальных обвинений, то не нужно было бы фальсифицировать показания свидетелей, специально готовить их для выступлений. Что касается материалов чрезвычайной государственной комиссии Советского Союза, то как раз там и присутствовало заявление о том, что Катынское преступление совершили немцы. Ну и поэтому все, что эта комиссия представляла, должно было быть подвергнуто тщательному анализу и тщательной экспертизе, что, понятно, не было сделано. Таким образом, 21 пункт устава практически перечеркивает всю ценность самого этого трибунала как объективного суда. Что, конечно же, повторюсь, не значит, что обвиняемые невиновны и не совершали преступлений. Речь идет только о юридических формальностях. Что интересно, что на процессе было признано, что судьи доказали свою независимость от правительств их назначивших. Мне было бы интересно посмотреть на советских судей, прокуроров, независимых от товарища Сталина. Кроме того, справедливость и объективность Нюрнбергского суда ставится под сомнение отрицание очень важного юридического принципа, который, к сожалению, и сегодня не применяется в международном праве. Это так называемый принцип ТУКОК, который, тем не менее, защита неоднократно пыталась использовать в Нюрнберге. Если перевести это на простой язык, это будет звучать примерно как сам дурак, хотя все гораздо серьезнее. Принцип ТУКОК подразумевает, что если обвинитель совершал те же самые деяния, за которые привлекает сегодня обвиняемого, то это не должно считаться преступлением. Собственно, этим и занимались защитники в Нюрнберге, когда они объясняли, что немецкая подводная война, она точно такая же, как английская подводная война. Бомбардировки гражданских объектов были значительно менее интенсивными, чем аналогичные бомбардировки союзниками. Сравнивали германские расовые законы с американскими расовыми законами. Пытались вспоминать об английских концлагерях периода Англобургской войны и советских лагерях ГУЛАГа. Но чаще всего такие выступления прерывались судом. Более того, в том же сборнике документов по подготовке Нюрнбергского процесса приводится переписка между советскими и союзными членами делегации относительно тем, которые не должны подниматься на процессе, которые должны будут отводиться судами, как не имеющие отношения к делу, для того, чтобы не дать возможность каким-то образом защитникам переложить часть вины на союзников. К таким темам в первую очередь относился советско-германский пакт, действия англичан и американцев в различных ситуациях, похожих на те обвинения, которые конкриминировались подсудимым и так далее. То, конечно, тоже свидетельствует о политической ангажированности всего этого процесса и подтверждает то, что это был процесс победителей. Обвинительное заключение составлялось не совместно, а отдельные пункты сформировались отдельными участниками процесса. То есть что-то делали советские, что-то американцы, что-то англичане, что-то французы. Ну и понятно, ввиду неточности перевода и сложности составления какого-то логичного документа, в этом заключении были и неточности, иногда неконкретика обвинений и так далее. И вот весь этот процесс, несмотря на свою крайне сомнительную юридическую чистоту, стал довольно интересным прецедентом и в какой-то степени сформировал международное право на будущее. И теперь уже никаких экс-постфакта не предвидится. Что же нового дал Нюрнбергский процесс? Было заявлено, что высшим международным преступлением является ведение агрессивной войны. Было дано определение действиям, которые являются преступлениями, подлежащими юрисдикции этого трибунала. А именно, преступления против мира, планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны или войны в нарушение международных договоров, соглашений или заверений, или участие в общем плане или заговоре, направленных к осуществлению любого из вышеизложенных действий. Военные преступления. Нарушение законов или обычаев войны. К этим нарушениям относятся убийство, истязание или увод в рабство или для других целей гражданского населения оккупированной территории. Убийство или истязание военно-пленных или лиц, находящихся в море. Убийство заложников. Ограбление общественной или частной собственности. Бессмысленное разрушение городов или деревень. Разорение, неоправданное военной необходимостью и другие преступления. И, наконец, преступления против человечности. Убийство, истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении гражданского населения до или во время войны, или преследование по политическим, расовым или религиозным мотивам с целью осуществления или в связи с любым преступлением, подлежащим юрисдикции трибунала. Независимо от того, являлись ли эти действия нарушением внутреннего права страны, где они были совершены, или нет. Отмечается, руководители, организаторы, подстрекатели и пособники, участвовавшие в составлении или в осуществлении общего плана или заговора, направленного к совершению любых из вышеупомянутых преступлений, несут ответственность за все действия, совершенные любыми лицами с целью осуществления такого плана. Статья 7 особенно оговаривает, что должностное положение подсудимых, их положение в качестве глав государства или ответственных чиновников различных правительственных ведомств не должно рассматриваться как основание к освобождению от ответственности. Отдельно указывается, что если некое лицо было осуждено за принадлежность к преступной группе или организации, то после осуждения трибунал может наложить на это лицо новое наказание в дополнение к тому, которое было уже наложено за участие в этой самой преступной организации. Вместе с тем суд установил, что не может быть возложена ответственность на страну в целом. Только отдельные люди несут ответственность, а не государство. И только наказание этих отдельных лиц могут обеспечить соблюдение права. Но даже к наказанию за принадлежность к организации и объявлению организации преступной суд подошел в кавычках довольно гуманно. Осуждены были четыре организации. Руководство Национал-социалистической рабочей партии, а не вся партия в целом, а также Гестапо, СД и СС за исключением ВАФН-СС. Как видно, не был осужден ни Вермахт, ни Генеральный штаб, ни Национал-социалистская партия в целом, ни в целом чиновничий аппарат нацистской Германии. Что в первую очередь в отношении чиновничества и высшего руководства вооруженных сил, лично у меня вызывает вопросы. Тем не менее, все это было сказано для того, чтобы показать, что никакой международный трибунал, даже если он будет работать в чистом виде поликалом Нюрнберга, не сможет осудить ни очно, ни заочно, что, кстати, тоже было в уставе этого трибунала, не только главных зачинщиков войны, но и подавляющее большинство тех, кто по факту является исполнителями. Именно из-за несовершенства уголовного права и беспомощности его в ситуациях войны, которую развязала Российская Федерация. А уж о наказании за геноцид просто следует забыть, потому что суд может выслушать обвинителя и очень долго разбираться, можно ли отнести те действия, которые совершает агрессор, к определению геноцида. И, конечно же, я уверяю вас на 100% придет к выводу, что этого недостаточно. Но при этом пройдет очень много времени, будет затрачено много средств.